так вот хожу и сейчас мочеточники раскручиваю как должны быть вот уперся я в почку дальше я плавненько отпускаю не напрягайся я сам голову опускаю и ждем сейчас у нас пока напряжение сейчас этой с одной стороны сейчас у нас напряжение пойдет почку придерживаю просто придерживаю вот у нас уже пошло расслабление и теперь плавно плавно ноги скользящим движением распрямляй ноги плавно 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 главное не спеши вот так сейчас подождем здесь напряжение тоже спадет вот мы сейчас отпускаем запустим на почку и она встанет сама ровно туда куда надо все вот это вот сейчас почка у нас станет уже все задвигайся мы еще поставили на место почку таким способом я тебя дискинезия желчево-водящих путей да вот каким образом решается эта тема берем вот этот печеночный угол да получается это печеночное место на зажимаем и вот потихонечку раскачиваем ребра амплитуду плавненько да зажимаем создаем здесь избыточное давление и пациент клиент кашляет кашли вот от избыточного давления происходит раскрутка вот этих желчево-водящих путей и все и все восстанавливается простой способ избавиться все расслаблены лишь вот так сейчас например промассировать сразу вот в конце уже например да в конце например провоцировать сами почки печень на сложенную клиента на левый бок на левый бок вот и что и вот как раз здесь хорошо очень все это добираешься пожалуйста можешь пожалуйста это почки и печень удобно и позиции не до массировал например в той пузе здесь можно все добрать уже остальное очень хорошо добираешься толстый кишечник и 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 да еще есть такой способ ну вернее будет проблема когда проходит пищевод через диафрагму вот это будет ущемление такое и как бы такой как он за это бриф люкс как бы достать этот пищевод таким образом есть такой способ да также значит мы выдвигаемся вперед куда голова свершится я держу голову не боимся я же рядом как еще чуть-чуть чуть-чуть очевидно отросток пупок делим на три части верхней часть 3 делаем вдох локтем и делаем так вот туда движение в сторону таза вдох до вдох и снять за мышку выдох плавный плавный выдох 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 плавный выдох голову опускай неделю не держим все идет это сейчас у нас вот этот пищевод он сейчас у нас спокойно примет свое законное место да да Нашли аорту, да? Да, да. Вот она нормальная, эластичная, то есть никаких не увеличений, она не коррекцирована, что называется, отличные сосуды. Если бы было жесткое, то есть такими плавными движениями, такими буквально процентов 10-20 может давление, просто чаще, и кровоток начинает восстанавливаться. Да, вот, например, усилить кровоток в ногах, например, есть тоже хороший способ, берется нога, сгибается, находим здесь в паху артерию, находим артерию, вот она, да, у нас артерия, вот она. Турсирует? Сейчас, уходит, сейчас, брюки, брюки мешают, да, да, вот сейчас. Так, сейчас. Вот она, да, да, да. Находим артерию, локтем даже желательно мы ее переживаем, здесь немножечко создаем трудности и ждем, вот, пока под локтем уже начнет такая пульсация начнется. вот, сейчас немножечко попозже. Вот, опускаем, и вот сейчас у нас мощный кровоток такой пошел, у кого обычно, если у женщин холодные ноги, вот это очень хорошая такая техника. В Англии же как? Муж может подать жену, жену в суд и развестись на развод, что основное требование, если у них холодные ноги, и суд удовлетворяет. Да? У жены холодные ноги, все, развод. Могу лыгать.